У самых западных границ нашей страны в агрогородке Гервяты находится настоящее архитектурное чудо. Католический храм Святой Троицы, возведенный в начале 20 века в неоготическом стиле. Второго такого на территории Беларуси, да и во всей Восточной Европе, пожалуй, просто не найти. Первый храм на этом месте появился еще в 1526 году. Был он деревянным, а в 1899 году на его месте было начато строительство нового, каменного. Возведен он всего за 4 года. И это один из самых высоких костелов Беларуси. Высота его центральной башни – 61 метр. Основными донаторами храма были представители знатного рода домейка, но строили его, что называется, всем миром. Сюда на работу из соседних деревень посменно приезжали группы работников, примерно по 70 человек. Со строительством храма связано множество невероятных историй. Одна из них гласит, что якобы для большей надежности раствора для укладки кирпичей в него добавляли куриные яйца в огромных количествах – сотнями и тысячами. А для того, чтобы доставлять на высоту башен строительные материалы, были сооружены специальные леса, располагавшиеся вокруг храма по спирали вверх, по которым двигалась телега, запряженная лошадьми. Во внутреннем убранстве храма центральную часть занимает алтарь с изображением Святой Троицы, в честь которой и освящен костел. По двум сторонам от алтаря располагаются фигуры разбойников. Согласно библейскому преданию, они были распяты вместе с Иисусом Христом. И местные краеведы утверждают, что больше ни в одном храме Беларуси вы не встретите отображение этой истории в интерьере. Особого внимания заслуживают витражи храма. На них изображены лики святых. Если сфотографировать витраж и увеличить фото, то можно даже прочесть их имена. Вокруг храма заложен апостольский идендропарк. Он насчитывает более полутысячи растений, некоторые из которых редко можно встретить в Беларуси. Белорусский Нотр-Дам – так иногда называют костел Святой Троицы. Его потрясающая архитектура, завораживающие мелодии органа, что звучат здесь во время литургии и концертов. Прекрасный парк, разбитый вокруг – все это вместе делает гервяты одним из самых притягательных туристических мест не только в Гродненской области, но и во всей Беларуси. Давайте и дальше открывать для себя интересные места в нашей родной Беларуси.